Я уверена, что если вы недавно заходили в какой-то масс-маркет-магазин косметики, то, в ваш взгляд, обязательно привлекали какие-то новые коллекции. Сегодня у меня перед глазами достаточно много новинок, и моя задача сейчас рассказать вам, что стоит вашего внимания, а что стоит, наверное, обойти стороной. И также есть здесь некоторые продукты, которые, знаете, вам самим нужно будет решить, нужно вам это или нет, потому что они не настолько универсальны, чтобы я вот прям вот не глядя всем их посоветовала. Поговорим мы сегодня о таких марках, как Catrice, Essence и GOSH. Эти марки широко представлены в магазинах и интернет-магазинах, поэтому, если вдруг вас что-то заинтересует, я думаю, будет не проблема это приобрести. Большинство из этих продуктов сейчас у меня на лице, и я обязательно буду показывать это все в нанесении, но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на кнопочку вот там вот под видео, будет написано подписаться. И также после этого не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать мои видео в будущем. Все, я, по-моему, клик услышала, поэтому давайте приступать. И первое, о чем я хочу рассказать, это жидкий хайлайтер Catrice, который называется Galactic Highlighter Drops. Вообще здесь есть такой стикер, который намекает нам на то, что это голографическое сияние, но на самом деле сияние не голографическое, это скорее такой дуохром, который по-разному выглядит в зависимости от освещения. Когда на него прямо попадает свет, он выглядит таким, знаете, как оттенком шампанского, вот как-то так. Но когда свет преломляется в более темном помещении, или просто вы находитесь в тени, видно очень красивый такой вот розово-лиловый перелив. Если вам это нравится, то 100% бы я вам советовала это взять. Особенно, мне кажется, это круто подойдет для тех, у кого светлая, холодная кожа. На вот такой вот молочной светлой коже вот этот розоватый перелив, мне кажется, вообще очень красиво будет выглядеть. Он не создает какое-то суперметаллическое сияние, он не подчеркивает текстуру кожи. Мне нравится, как он выглядит. И под определенный какой-то лук, где мне может подойти вот такое вот розовато-лиловое сияние, я его 100% буду и дальше использовать. Как только вышла вот эта малютка, она меня очень заинтересовала, мне сразу захотелось ее попробовать. Это палетка теней из трех оттенков, называется она Spectralight. У нее такой же стикер, который говорит нам о том, что это голографическое сияние, но опять-таки здесь голографии нет, потому что голография это когда один оттенок переливается всеми оттенками радуги, а здесь каждый оттенок создает определенный эффект. То есть, если их просто посвочить и вот так вот нанести каждый по себе, то вы особой прелести в них не увидите. Вот приблизительно вот так вот это выглядит. То есть, в принципе, если просто зайти в магазин, посвочить, то, ну, непонятно, что это такое, но в то же время такие оттенки всегда нужно наносить на базу. И в зависимости от того, какую базу вы наносите, такой эффект вы получаете. Сегодня у меня на глазах вот эти вот два оттенка, в основном вот этот первый, и он здесь абсолютно не выглядит голубым или синим, но на глазах, как видите, он у меня достаточно ярко-синий. И все потому, что я наносила его на черную базу, то есть изначально я просто нанесла на века черный гелевый карандаш от Avon, растушевала его слегка, и дальше нанесла вот этот оттенок, и он настолько ярко себя проявил. Мне эта палетка по своему принципу очень сильно напомнила алхимию от Kat Von D. У нее была аналогичная палетка, по-моему, она прошлым летом вышла, там четыре оттенка было, и они также наносились на базу. В зависимости от того, какую базу вы выбираете, так они и выглядят. Ну, обычно ярче всего они выглядят как раз-таки на черной базе. Мне эта палетка понравилась, я вполне ее могу рекомендовать, стоит она абсолютно недорого, но только, опять-таки, если вам этот эффект нравится. То есть я не могу сказать, что это что-то настолько универсальное, что должно быть абсолютно у каждого. Наряду со всем этим у меня также появился другой хайлайтер от Catrice. Это уже другая серия, называется он Liquid Luminizing Strobing Pen. Лично мне этот хайлайтер не очень понравился, потому что у него очень такая густая текстура. Я люблю более тонкие по текстуре хайлайтеры, такие как L'Oreal Monomore. Для меня это вообще одна из самых идеальных формул хайлайтера, которые выглядят реально круто, красиво, и не выглядят как какой-то продукт, который нанесен сверху на кожу. Вот это все-таки достаточно густая консистенция, и на лице мне вообще не нравится, как он выглядит, потому что его нужно именно вот так вот втирать в лицо, а если у вас уже нанесена какая-то косметика, то у меня зачастую получалось как-то смазывать это все с лица, поэтому я могу разве что его использовать на теле. Я сегодня его нанесла на ключицы, но не могу сказать, что, знаете, стоит покупать хайлайтер ради того, чтобы наносить его на тело. Тем более здесь объем явно не рассчитан на все тело, поэтому для меня это скорее более такой провальный продукт. Мне не нравится, что он настолько густой. И та же самая история с другой вот такой вот ручкой от Catrice тоже. Это консилер, вернее, даже корректор розового цвета. Называется он Retouch Brightening Concealer. И также еще написано, что он увлажняющий на протяжении 18 часов. Это корректор розового цвета. Принцип у него точно такой же, как у моего на данный момент любимого корректора от Maybelline, который розового цвета. Но Maybelline, опять-таки, это более тонкая текстура. Вот этот очень плотный. И у меня такое впечатление, что он на коже выглядит как-то неорганично. То есть вот он сверху припечатался, и вроде бы эффект он создает. То есть явно видно освежение под глазами, но в то же время и видно какой-то слой косметики, который частично забивается в морщины, а частично выглядит суховато. Хотя, в принципе, это вроде бы как должна быть увлажняющая формула. Essence выпустили вот такой вот стик. Это кремовый хайлайтер. И он чем-то похож на вот этот хайлайтер, только в такой более кремовой суховатой форме. Когда вы его наносите, в нем очень видно вот этот вот розово-лиловый перелив. Я сегодня его буду демонстрировать на плечах. Наносила я его именно сюда. У этого хайлайтера реально очень красивое, такое тоже нестандартное сияние розоватое. Мне нравится, как он выглядит на теле, опять-таки. На лице немножко хуже, потому что, опять-таки, это такая текстура, которая слегка видна на коже. Можно растушевать его, в принципе, он достаточно просто растушевывается, но на лице вот как-то он все равно не выглядит настолько эффектно, вот как на теле. И мне этот хайлайтер больше нравится для тела, тем более здесь уже объем достаточно приличный. То есть, если вот так вот на него посмотреть, вот что вы получаете. Ну, до конца ли это точно хватит. Здесь у меня остались только новинки Гош. И самая, наверное, главная новинка, и, кстати, каждый раз, когда я наношу ее себе на губы, каждый раз получаю много комментариев, что это. И сейчас я говорю о новой линейке помад, которая называется Liquid Matte Lips. У меня уже была одна помада в этом оттенке. Ее, кстати, наносила в видео, где я делала макияж тенями в Зиарт. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Я вот здесь вот под буквочкой А и вам его оставлю. И хотя эти помады называются Liquid Matte, то есть подразумевается, что они матовые помады, то есть жидкие матовые помады, у них очень уникальная текстура. Они полностью не застывают на губах, то есть такое впечатление, сначала, когда их наносишь, такое впечатление, что наносишь на губы что-то типа винила какого-то или что-то лаковое, потому что текстура достаточно густая, они не высыхают полностью на губах, то есть они все равно остаются немножко влажными, и за счет этого вы не ощущаете сухость губ, то есть они реально не пересушивают губы, как большинство матовых помад. Но в то же время из-за того, что они не пересушивают губы, немножко приходится жертвовать стойкостью. Лично у меня эта помада начинает съедаться с внутренней стороны губ, и если, например, что-то серьезное поесть, а не просто там чайку попить, то вы, скорее всего, с этой помадой по центру губ попрощаетесь, по периметру она, естественно, еще останется. В точно такой же упаковке у Гош вышла еще одна новинка, а именно масло для губ, но это не просто масло для губ, оно очень интересное, и когда смотришь на упаковку, это кажется таким сумасшествием, потому что кажется, что это зеленый блеск с розовым переливом. Но на самом деле, когда наносишь это средство на губы, и наносить его, естественно, лучше всего как липтоппер, то есть поверх каких-то определенных помад, я поняла для себя, что мне больше всего нравится сочетать его с какими-то розовато-красноватыми помадами, можно и нюдовыми, но чтобы в них был вот этот вот розовый пигмент, тогда вот эти блесточки очень органично и красиво смотрятся. С этим маслом очень важно не переборщить, иначе оно может начать загустевать и собираться с внутренней стороны губ. Если нанести это на такую иссушающую матовую помаду, конечно, вы слегка разрушите ее структуру, она уже перестанет быть настолько стойкой, но она станет намного более комфортной тоже на губах. Для меня это, в первую очередь, очень оригинальный блеск для губ, который, опять-таки, для определенных образов, для определенных спецэффектов. И последнее, о чем я хочу рассказать, это, к сожалению, мое огромное разочарование, я вообще не подружилась с этим продуктом, это тушь новая от Гош, которая называется Catchy Eyes. Вообще, когда я ее увидела, я посмотрела, это водостойкая тушь, и я думаю, о, классно, лето, водостойкая тушь, я еще и посмотрела, что щеточка у нее силиконовая, небольшая, все, как я люблю, я была на 99% уверена, что эта тушь мне понравится. Но как же я ошибалась? Если честно, мне абсолютно не нравится, как она себя ведет, и знаете, это не та тушь, которая, ну, как бы ни то, ни сё, не плохая, но ничего такого, это именно тушь, которая у меня, вот после этого видео, пойдет в мой пакетик с моими огромными разочарованиями, потому что, во-первых, она создает, вот просто никакой эффект, она делает ресницы очень жесткими палочками, она абсолютно не добавляет объем, какую-то пушистость не создает, вот какого-то нет именно такого красивого эффекта ресниц. Ну ладно бы мне просто эффект не понравился, в принципе, из-за этого тушь записывает сразу в разочарование, наверняка это экстрим, но эта тушь еще и ужасно сильно отпечатывается. Если она свежим слоем прокрашена, то нужно сидеть вообще вот так вот, замереть, потому что если где-то хотя бы чуть-чуть коснется это кожи, особенно у меня огромная проблема с нижним веком всегда, я накрашу ресницы, и я не знаю, каким образом она начинает отпечатать. Вот даже сейчас я смотрю, у меня под глазом вот здесь вот уже отпечаталась эта тушь во время того, как я снимаю это видео. И вообще, чем больше эту тушь носишь на глазах, тем больше, знаете, она создает какой-то темный эффект под глазами, то есть она осыпается и начинает плавиться, и создается ощущение, что у вас жутчайшие просто синяки под глазами, и вы даже не знаете, что такое консилиер. Ну вот, в принципе, и все. Я очень надеюсь, что вам понравился мой экскурс по новинкам в масс-маркете. Если так и было, конечно же, ставьте мне палец вверх, мне будет очень приятно. Если вы до сих пор не подписались, обязательно это сделайте, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь вот. И также, если у вас есть немножко времени, вы можете посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас предлагает YouTube, или дождаться уже моего нового видео, которое выйдет буквально через несколько дней.